Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 765. На рисунке 9 изображен график изменения температуры раствора во время химического опыта. И у нас есть 4 вопроса. Первый вопрос. Какова была начальная температура раствора? Итак, в начале опыта находим на оси времени 0 и смотрим, какой была температура раствора. Одно деление соответствует 5 градусам по Цельсию. Поэтому в начале опыта температура раствора была 5 градусов по Цельсию. Заполняем. Начальная температура, можно записать Т нулевое, 5 градусов. Через 30 минут после начала. Через 30 минут после начала находим, где у нас 30 минут и поднимаемся вверх до графика. И видим, что через полчаса температура нагрелась и была уже 30 градусов. Карандашом, пунктирчиком можете у себя провести. Или вам на помощь придет ваша линеечка. Итак, 30 градусов по Цельсию была температура раствора через 30 минут после начала опыта. Через полтора часа. Поскольку у нас с вами время выражено в минутах, то полтора часа это соответствует скольким минутам? Один час это 60 минут и еще полчаса это 90 минут. Через 90 минут после начала находим на графике, где у нас 90 минут. На оси времени одно деление соответствует 10 минутам. Поэтому между 80 минут и 100 минут как раз и будут 90. И поднимаемся вверх до графика. Находим точку на графике. И теперь находим, какая была температура раствора. И температура раствора была 15 градусов по Цельсию. Под номером 3 нас спрашивают, какой была самая высокая температура раствора и через сколько минут после начала опыта. Находим самую высокую точку на графике и смотрим, сколько это градусов. Это 45 градусов. Итак, максимальная температура раствора была 45 градусов по Цельсию. А теперь находим, когда это было. Опускаемся на ось времени. И видим, что это было через 60 минут после начала опыта. Запишем. Мы готовы ответить на четвертый вопрос. Через сколько минут после начала опыта температура раствора была 35 градусов по Цельсию. Находим на оси температур 35 градусов. И видим, что у нас дважды температура раствора была 35 градусов. Она такой была через 40 минут после начала опыта. И через 70 минут. Через 60 минут. И через 70 минут. После начала опыта. И теперь нам осталось только заполнить таблицу. Итак. Первоначально температура раствора мы уже с вами находили. 5 градусов по Цельсию. Через 10 минут. Поднимаемся до графика. И видим, что через 10 минут после начала опыта температура раствора была 10 градусов. Через 20 минут. Она была 15 градусов. Через 30. Мы уже находили 30 градусов. Через 40 минут. 35. Через 50 минут. Поднимаемся до графика. И теперь узнаем, на какую высоту мы поднялись. 40 градусов по Цельсию. Через 60 минут после начала опыта. Температура раствора была 45 градусов. Через 70 минут. Поднимаемся. 35 градусов. Через 80. 25 градусов. Через 90. Уже находили 15 градусов. Через 100 минут. Температура раствора была 10 градусов. Через 110. Мы видим, что дальше температура была одна и та же. 10 градусов. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Спасибо. Пока. Продолжение следует...